Заложники газовых конфликтов. В деревне Приветное Омского района две пострадавшие стороны. Одна часть жителей вложила деньги в строительство газопровода, а голубого топлива в домах как не было, так и нет. Другие опасаются, что могут лишиться этого блага цивилизации. В непростой ситуации разбиралась наша съемочная группа. Аркадий Кацанычу пять лет назад вложил деньги в строительство газопровода и установил котел. В общей сложности он потратил более 200 тысяч рублей. В этом году пришлось купить другое оборудование, запастись дровами и углем. Ожидание спасительного голубого топлива слишком затянулось. А в итоге, как и многие жители деревни, Аркадий Кацан получил письменный отказ о подключении к газоснабжению. Пенсионеру довелось побывать на совещании, где обсуждалась эта проблема. Послушал, как ведется это оперативное совещание, у меня сложилось мнение, что руководящие люди, которые занимаются этим делом, они или дипломы купили, или сидят не на своем месте. Они обещают, но не выполняют. Поэтому доверие у людей к таким руководителям сводится к нулю. По словам местных жителей, которые пять лет бьются за свои права, чиновники обещали в ноябре этого года решить проблему. Перед выборами губернатора они активизировались и даже продемонстрировали неподдельное желание помочь людям провести в их дома долгожданный газ, рассказывают жители деревни Приветное. Когда были выборы нашего уважаемого губернатора, губернатор нашел время посмотреть документацию, выслушать нашу инициативную комиссию, какие именно проблемы, что. Дал поручение Фролову с этим вопросом разобраться, разбирался с нашим вопросом и Бойко, а ВОЗ, как говорится, и ныне там. Ждем, наверное, какого-то решения от власти, все-таки, правда, зависит от их воли. Если бы действительно там было бы волевое решение помочь нам с достройкой газопровода, он был бы уже введен в эксплуатацию еще два года назад. Потому что все зависит от них. В поисках разъяснений жители Приветной собрались в Доме культуры станции «Входная». На встречу пришли представители региональной и муниципальной власти и застройщики. Строительство газопровода осуществлялось силами закрытого акционерного общества «Сибгазстрой. Деталь». Они не могут завершить работы из-за долгов перед проектировщиками. Как заявил заместитель председателя правительства Омской области Сергей Фролов, в этой ситуации только один выход – безвозмездная передача недостроя в ведении области. Мы подвигаем человека к тому, чтобы он понимал, что ответственность вся уголовная правовая находится на нем, и чтобы пакет документов был передан нам, чтобы мы закончили. Это не рейдеровский захват. Рейдеровский захват – когда мы решаем какие-то вопросы для себя частно. Это ОМС Гастроэксплуатация, это областная организация, это будет государственное имущество. Как пояснил чиновник, для этого необходимо собрать подписи под обращением обманутых граждан в прокуратуру. У областной власти, как выяснилось, таких полномочий нет. После получения проекта и документации региональная организация ОМС Гастроэксплуатация продолжит строительные работы. По мнению представителей власти, газ в дома начнет поступать в лучшем случае только в следующем году. Мы очень долгое время ведем переговоры в Министерстве строительства, встречаемся с замом председателя, даже выходили на прием к губернатору. Но настолько, пока мы в таком двойственном положении находимся, столько мыслей в голове, столько противоречивой информации мы получаем, что мы даже не знаем, к какому концу мы в конечном итоге перейдем. Есть и другая потерпевшая сторона. Ее инициативная группа вышла на пикет у здания правительства. Жители порядка 300 домов боятся остаться без газа. По их мнению, интенсивное строительство коттеджей приводит к тому, что все меньше голубого топлива поступает в старые дома. Мы давно платим за воздух. А сейчас в деревне работает компания Юза, которая проводит газ к новым жилым постройкам. Жалуются протестующие. Они подключаются к трубе, которая диаметром 110, а у нас 63, и естественно газ пойдет к ним. А остановить они Юза не могут. Юза беспредельничает у нас. Вот и мы вышли с этим, чтобы нам помогли остановить Юза и чтобы мы остались с газом. К участникам акции протеста вышел руководитель департамента энергетики, тепловодоснабжения и газификации Минстроя Омской области Григорий Макаров. По словам чиновника, компания Юза действует незаконно. Но этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы и муниципальные власти. У областного правительства таких полномочий нет. Это же ведь не шутки. Это не шутки. Это не шутки. Мы нельзя приезжать. Берег не останется без газа. 300 домов. А у нас нет печей. У нас маленькие дети. Старики. То есть у кого больше денег, тот победил. Подождите, а сейчас осталось. Почему газа нет? Потому что навешано кучу домов. Муниципальные власти сельского поселения муниципального района предпринимают действия по привлечению правоохранительных органов для остановки этих работ. Сейчас глава сельского поселения находится в суде для получения требования суда и передачи его судебным присталом для остановки компаний. Это касается полномочий муниципального района. Ситуация в деревне Приветная – это миниатюрная модель всей прогнившей системы. Коммерческие интересы превыше интересов простых граждан. Однако жители Приветной руки не опускают, а телеканал Обком ТВ будет следить за развитием событий. Алла Левина, Александр Филиппов, Обком ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok